Что бы ни происходило вокруг страны, как бы ни были заняты текущими заботами, вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания, на котором главе государства представили концепцию нового здания Национального исторического музея. Возводить объект предлагается в Минске напротив Дворца независимости, рядом с Верховным судом Беларуси. По задумке, комплекс станет частью Большого музейно-паркового ансамбля площадью более 30 гектаров. Что касается непосредственно самого музея, то его планировочное решение будет повторять контур карты Беларуси, а экспозиции содержать экспонаты и информацию об истории нашей земель, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Сегодня во время совещания президенту подробно доложили о деталях будущего проекта. Одно из главных требований главы государства – он не должен быть перегрожен. В содержании экспозиции не должно быть никакого националистического или уропатриотического перехлёста. В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только беларусы, но и другие народы могли согласиться с её трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать её. Моё основное требование – изложить исторические факты максимально правдиво. Место для расположения музея подобрано оптимально. Его возведение завершит облик района, который уже в народе назвали кварталом беларусской государственности. Дворец независимости, Верховный суд, площадь государственного флага и так далее. Музей должен стать своеобразной визитной карточкой страны. Восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением. Особое внимание должно быть обращено на архитектурное решение. В нём должна читаться национальная особенность страны. В то же время нужно максимально продумать вопросы содержания, эксплуатации зданий. В оформлении музейной экспозиции важно соблюсти баланс традиционных канонов и современных информационных систем. Стоит сказать, что прежде чем представить концепцию президента, специалисты посетили музеи разных стран, в их числе Китай, Азербайджан, Казахстан. В ближайшее время они приступят к проектированию, чтобы в начале следующего года уже начать строительство. Дуаровская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой готовится принять участие в Евразийском женском форуме. Он пройдёт уже в четвёртый раз в Санкт-Петербурге. Повестку масштабного мероприятия сегодня обсудили в Совете Республики. Площадка объединит представительниц из более чем 100 государств. Дискуссии, тематические встречи и секции будут посвящены укреплению глобального сотрудничества и миссии женщин в формировании новой повестки мира. Как отметила Наталья Качанова, интерес к форуму большой, поэтому мы должны представить страну достойно. Прежде всего, это работа в секциях, участие в пленарном заседании. В планах также проведение двусторонних встреч. Задача белорусских женщин – донести правду о нашей стране. Рассказать о социальной политике, проводимой в отношении женщин, семей, воспитывающих детей. Многие темы, содержание тех бесед, тех встреч, тех пленарных заседаний, они в той или иной степени будут посвящены достижениям целей устойчивого развития. Мы все прекрасно знаем эти цели, и мы гордимся тем, что Беларусь сегодня занимает высокое 30-е место среди более чем сотни государств. Это все результат той политики, направленной на мощную социальную поддержку всех слоев населения, особенно женщин, женского здоровья, сопровождение детей. Женская дипломатия сейчас в мире набирает, мне кажется, какие-то новые обороты, потому что вот общение между женщинами, неформальное общение между женщинами, дает конкретные результаты. Пускай они не всегда экономически выражаются в каких-то цифрах, но возможность показать свою страну, заявить о своей стране, показать, как живут женщины в нашей стране, чем они живут, и как поддерживает их государство, на мой взгляд, это очень важно, особенно когда это касается стран Дальней Дуги, когда к нам приезжают гости из дальнего зарубежья. Представительница Белорусского союза женщин регулярно принимает участие в Евразийском женском форуме, который проводится с 2015 года. За это время он превратился в серьезную международную площадку, где каждая страна может донести информацию о ситуации, которая складывается в гендерной политике, как решаются вопросы поддержки женщин. Восемь лесных пожаров и три возгорания торфяников ликвидированы в Беларуси за последние сутки. Еще 25 раз спасатели выезжали на тушение травы и кустарников. Больше всего людей и техники было задействовано для устранения возгорания на знаменитых Альманских болотах в Столинском районе. На это потребовалось около пяти часов. В ряде регионов Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Штормовое предупреждение синоптиков распространяется на всю Гомельскую область, где сохраняется пятый класс горимости. Все это результат отсутствия дождей. Не ожидается их и в ближайшие дни. А воздух одним местами будет прогреваться до температуры плюс 30 градусов. 2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений на планете. Минувший август установил абсолютный рекорд и попал в знаменитую книгу Геннесса. Как заявляют специалисты, жара в этом году не только постоянная, но и всеобъемлющая. Она затронула регионы по всему миру. Например, в Европе температура воздуха в августе поднялась почти на 2 градуса выше средних показателей. Аномальная погода пришла также в США, Мексику, Канаду, Китай, Австралию, восточную часть Антарктиды. Отсутствие осадков и высокие температуры стали суровым испытанием для природы и ее обитателей. Полыхают леса, устилая дымом тысячи гектаров территории. Засуха обнажила и другие проблемы, в частности, дефицит воды. Вызыхает даже Амазонка, самая полноводная река планеты. Кроме того, над рядом государств нависла угроза голода. Неплодородных территорий все больше, а урожайность, напротив, все меньше. Причем касается это не только бедных стран. Падение производства пшеницы и рапса ожидает, например, в Германии. В сефазимах уборка кукурузы, свеклы, картофеля и заготовка овощей. В аграрной отрасли Беларуси традиционные осенние работы находятся в самом разгаре. Массовая жатва позади. Это изменило подходы в организации к консультационной помощи занятым в сельском хозяйстве со стороны профсоюзов. Горячая линия ФПБ по вопросам уборочной была запущена в июле. Она показала свою эффективность. Основываясь на этом опыте, теперь к специалистам по охране труда могут обращаться представители всех отраслей. Ввиду того, что на горячую линию обращались не только работники хозяйственных организаций, а всех отраслей республики, то в настоящий момент принято решение продолжить работу горячей линии по данному же номеру. Но уже могут обратиться работники всех отраслей по всем интересующим вопросам. Номер горячей линии доступен в рабочие дни. Специалисты Федерации профсоюзов детально изучат каждый звонок и при необходимости выйдут на место. Сотрудники Белорусской пограничной службы задержали в пункте пропуска Брест 41-летнего жителя Минской области по подозрению в перемещении наркотиков. При осмотре машины, на которой он ехал из Германии в Беларусь, были обнаружены три свертка общей массой около 5 граммов с подозрительными веществами. Экспертиза показала, что в их составе марихуана и ампитамин. То, что мужчина уже успел их попробовать, показало медосвидетельствование. За незаконное хранение наркотиков и их перемещение через государственную границу в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Мужчина рискует провести в местах лишения свободы до 10 лет. Уникальный артефакт времен позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Каменный сверленый топорик в Институты истории и Национальной академии наук доставили местные жители. Возраст находки около 4 тысяч лет во времена бронзового века. Такой топор был личным предметом каждого воина. Его дарили юношам после прохождения обряда вступления во взрослую жизнь. На территории Дятловского района уже обнаружено около 50 похожих образцов. Для историков это бесценный источник информации. Каменные сверленые топоры разных типов. Но сегодня мы даже по одной такой находке можем говорить о точном возрасте, о культурной принадлежности, о способах изготовления и использования таких изделий. Очень нужный, ценный артефакт, источник для понимания древней истории наших далеких предков. Сверленые топоры продолжают находиться. Они могут указывать на стоянки наших предков. В ближайшее время специалисты Института истории исследуют место, где найден артефакт. Кроме того, подготовят его подробное описание.